Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Цивилизацию 6 с дополнением Gathering Storm за Канаду на максимальной сложности Божество. Посмотрим, как долго мы еще протянем на этой сложности. У нас уже появились довольно близкие соседи, у которых есть определенные претензии к нам. И даже интересно, через какое время эти претензии выльются в полноценную войну. Давайте смотреть, что мы здесь делали в прошлой серии. Мы заложили Сент-Джон, и сейчас отправляем следующего поселенца основывать новый город где-то на этой реке. И следующий город я бы на реке Конго заложил бы. Хоть и речка не очень обширная, не очень большая, но можно было бы, наверное, все-таки где-то здесь. Хоть и близковато немного. Но, опять же, горы. Город в горах — это лишние претензии для вот этого товарища, поэтому нужно будет, наверное, даже позаботиться о обороне. Нужно будет еще... Инки на втором месте по военной мощи. Мне пока их не догнать, видимо. Ладно. Давайте смотреть, что мы можем сделать. Здесь на нас варвары идут потихонечку. Вот отсюда, похоже. И здесь тоже опасная ситуация для нашего рейнджера, для нашего разведчика. Рейнджером он, наверное, может потом еще станет, да? Так, и хочет с нами поторговать, товарищ. Ну, в принципе, ладно. Лошади у меня производятся, и сейчас они прямо так уж сильно мне не надо. Я бы под кровь мученика у него забрал бы с удовольствием. Ну, ладно. У меня не хватит денег, чтобы... О, право прохода. Нет, право прохода я тебе не дам, наверное. Вот инкам я не хочу давать право прохода. Потому что это... О, лучники. Но мы здесь в режиме укрепления, да? Поэтому мы... Да, и варвары через реку не стали на нас нападать. Воины эти, поэтому нормально. Теперь главное отступить воинами этими. Или, может быть... Как мы сделаем? Эти лучники через гору стрелять не будут. Они могут стрельнуть, да, только в этого. Ну, в принципе, наверное, да. Давайте добьем сейчас этих воинов. И подойдем лучникам стрельнем по вот этим ребятам. По идее, они не добьют этот отряд. Ну, а воина стоило бы отвезти все же. Потому что с воином могут быть проблемы. Так, а вот здесь я, наверное, укреплюсь. Постою пока. Повезло, что лучник не стал нападать на разведчика моего. Мы уберегли нашего разведчика. И он сможет еще поразведывать чего-нибудь. Проложить торговый путь как раз в ФЕС обязательно прокладываем. Тут, кстати, сразу видно, да, что... Удобно. Мы получаем в ФЕС еще одного дипломата. И дипломата мы получили еще одного по очкам. И можем его отправить в Мехико. И станем сюзереном Мехико. Это потрясающе. Потому что... Да, да, да. Мы добрались до Золотого века. Ну, как только закончится... И мы нашли еще чудо природы. Давайте посмотрим. Матерхорн. Непроходимую клетку. Выглядит как гора. Дает плюс один культура соседним клеткам. Наземные боевые юниты, прошедшие рядом с горой, игнорируют холмы до конца игры и получают плюс три к боевой мощи на холмах. Потрясающая гора. Потрясающая просто. Холмы очень замедляют перемещение, конечно. А игнорирование холмов это будет... Блин, я уже хочу быстрее как-то построить вот через эту всю тундру городов себе и выйти к этой горе. Но к тому времени, наверное, Кардиф разрастется и... Может быть. Ну, посмотрим. В любом случае интересно. Пока что у нас довольно удачная каточка получается. Я не знаю, как она закончится. Может. Все очень плохо будет в итоге. Но пока что много довольно удачных и интересных таких приятных моментов для меня. Так. Мы отказываемся. Влияние свое вообще не отдаем. Никому, ни за что. И лучники выжили. Прекрасно. Что там у нас? А. Великий человек у нас появился. Давайте посмотрим. Великий ученый. Античности или Средневековья. В принципе, я думаю, норм. Мы сейчас где по ветке технологии? Кстати. Через два хода у нас... Блин, стены построятся. Через три хода инженер... Мы можем сэкономить немного. Изучить пока астрологию, к примеру. И давайте... Я хотел посмотреть, где мы сейчас находимся. В какой эпохе? Ну, в античности. После античности у нас в Средневековье. В принципе, получить пару ускорений было бы неплохо. Я думаю, нанимаем этого ученого. Образование. А, образование. Мы, получается, даже четыре получили ускорение. Ну, получим. Одно уже получили. И еще два получим, когда отправим этого товарища в кампус. И он там исчезнет. Ты нам ничего не даешь сам по себе? Вроде бы ничего. Так. Ну и стеночки у нас достраиваются. 74. Давайте посмотрим, может быть, кто-то захочет... Давайте попробуем инкам делегацию отправить. Заберите отсюда свою делегацию, говорит. Да. Ну, ладно. Ладно. Раз заберите, значит заберите. Так, мы... Этим лучником отходим по-любому. Укрепляем его до лечения. А этим лучником подходим и стреляем. Отлично. Так. Разведа у нас лечится пока. Окей. Мы все идем к шахте. Да. Долгий путь у нас, но что поделать. Ну, вроде бы все. Больше мы ничего не можем сделать. И мы получили от нашего вассала... ...дополнительные... ...дополнительное очко влияния. Это хорошо. Кстати, давайте посмотрим по дипломатическому... А, здесь влияния нет как такового. Да, его нужно конвертировать. Потом будет в этом... ...в очки дипломатии. Ну, хорошо. Это пока да. Пока нам не особо интересно. Идем потихонечку дальше на разведку. Эти пока лечатся. И он сможет нас атаковать сразу в следующем ходу. Мы не на горе стоим. Мы будем получать по полной программе урон. Сюда выйти тоже накладно, потому что там лучник. Блин. По идее, да, он сможет подойти сюда и ударить нас. Ему ходов хватит. Надо куда-то валить. О, кстати, нет лучника. Так. Лучник пошел сюда. Может быть, я... О, хорошо. Никого нет. Никого нет пока что. Ты идешь сюда и, пожалуй, растворяешься. Или... До золотого века мы добрались. Я хотел посмотреть озарение к одной эпохе, одно счету за каждое построение. Так. Это все. По-моему, в золотом веке мы сможем выбрать... Блин, ну золотой век еще непонятно, когда наступит. Просто, по-моему, если я не ошибаюсь, в золотом веке можно будет выбрать бонус, когда мы получаем дополнительные какие-то эффекты от озарения. Что-то, что-то еще более полезное. Ну, ладно. Наверное, активируем. И замки. 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 Ученичества и военной инженерии у нас бустанулось. Почему-то только замки одни нам показало, правильно? А, вот. Нужно здесь полистать было. Военная инженерия и замки, да, и ученичество. Все правильно. А, ну вот, кстати. Окей. Что-то как-то странно оно сработало. Ну, хорошо. И мы тогда идем... Верховую езду пока изучим. Через два хода стенки у нас построятся. Поселенцы наши двигаются сюда. Строитель движется сюда. Торговый путь прокладываем потихонечку в фес. Фес развивается так неплохо. Мечники у него там уже полным ходом. Так. Двадцать железа я получил. Не самый полезный, кажется, бонус. Блин, а вот с этим лучником беда сейчас. Я, наверное, здесь останусь, укреплюсь. На этом холме. Пойдем встречать, может быть, этого лучника. Так. Тут предлагают нам построить... Сейчас, секунду. Наверное, город я буду строить вот в этой клетке. Лучше бы, конечно, было бы, если бы тут были холмы. Но, да, не тут холмов, не тут холмов. Вот здесь можно было бы город заложить. Да, мы получили бы два производства и две пищи в этой клетке сразу в городе. Но мне кажется, что лучше я здесь один город заложу и второй город еще здесь. Плотненькая застройка не даст лояльности падать очень сильно, мне кажется. Вот. И здесь мы доступ к вулкану имеем. Здесь у нас будет доступ к морским территориям. Может быть, там еще какие ресурсы будут, кроме вот этой рыбы. Ну и так мы захватим... Если город у нас будет здесь, мы захватим и вот этих оленей всех. И здесь, с этого города мы сможем добраться до этих овец. До этих добраться не сможем. Ну и вот этих вот оленей заберем, да? И вот эти... Это серебро. Ну вот как-то так, пожалуй. Поэтому топаем сюда. Не будем... Оставим место для города здесь. Хорошо. Вроде бы я решил, где я хочу видеть следующее поселение. И в следующем ходу у нас стенки достраиваются. Озарение с акведуком. И потом через три хода, да, можно будет... Оу. Так. Ууу. Река вышла из берегов и затопила прилегающие низины. Это... Давайте посмотрим, что у нас... У нас город не пострадал. Может быть, ферму пострадали. Давайте посмотрим, что у нас. Плодородность клеток повышена. На одной клетке, правильно? И две клетки повреждены. Давайте смотреть. Люди считают, что если не сломано, не чини. Мачу-пикчу. Инженеры считают, что если не сломано, значит недостаточно улучшено. Новое чудо света тоже. Но... Выглядит как-то так. Да, инженерное дело мы изучили. Изучили. И давайте теперь смотреть, что у нас тут за потопы. Неизвестно, если честно. Я не помню, что здесь было, и поэтому сложно сказать, что поменялось. Но поврежденные как минимум фермы, да? Раз они поврежденные, значит, мы получаем меньше еды с этих клеток. В теории. Здесь ничего не пострадало. Ну, в общем, да. Здесь будет постоянно выходить река из берегов. Поэтому нужно будет постоянно что-то здесь предпринимать. Можно даже... Как интересно отключить весь интерфейс. Блин, походу нельзя отключить интерфейс. Все вот эти границы. Все, чтобы сделать приятную картинку. Ну, ладно. Окей. Так. Стеночки. У нас водяная мельница строится, да? Давайте мы посмотрим, подумаем. Нам нужно было водяную мельницу для какого-то исследования построить. Железный рудник мы... А, стоп. Я уж думал, что у нас там, да. Все правильно. Железный рудник мы строим. Обработку железа мы ускорили. Можем в мечников выйти и улучшить нашего воина до мечника. Может быть, было полезно бы. И... Железо верует... Так, это неинтересное чудо, как по мне. Или, например, лучников варбалетов. Плюс лесопилки сможем строить. Лесопилки это хорошо. Даже очень хорошо. Верховая езда нам как бы не горит. Мы ее потом доизучаем. Так, 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 так. Университет. Тоже, кстати, вроде... О, нет. Университет далековато немного. Торговые пути к этому городу приносят однонауке золото. Так, торговые внутренние веру дают. Наука, вера. Невеликие ученые. Только в пустыне. Ох, уже эти пустыни. Понятно. Вроде неплохое такое чудо, но... Да. Но мимо. Так, оружейная. Селитра. Сюда мы идем через... Через строительство. А, вот водяная мельница нам для строительства нужна. Хорошо, водяную мельницу тогда достроим. Я думаю, без проблем. Все надо. И то надо, и это надо. Универ, наверное, нам... Три различных спецрайона. Спецрайона. Ммм. Нам надо в юнитов боевых строить. А не спецрайоны сейчас. Поэтому, наверное, да. Пока что это немножко... Не к месту будет. Что у нас здесь? Здесь у нас все как бы в пищу, да, идет. Но... Наука все-таки. Я даже не знаю. Через семь ходов у нас только появится. Ну, тут, кстати, тоже наука есть. Так что... Мы, наверное, одного... Не-не-не. Мне так не нравится. Так, что-то перебор идет у нас. Давайте мы, наверное, отсюда... Вот так предлагаем. Блин. Ну, ладно. Нет. Так-так тоже развитие не идет города. Черт. Да, построили, называется. Ладно. Тогда оставляем. Тут мы замок снимем. Оставляем пока что на... На пищу все. Что у нас? А, ну, эту, да. Эту клетку мы забираем. В любом случае. Окей. Ну, ладно. Построим водяную мельницу. Закладываем здесь город. И эти ребята... Хотелось бы, чтобы побыстрее вылечились. Давайте, может быть, сюда подойдем лучникам. Так. Ну, здесь... Здесь, конечно, да. Оракула до сих пор никто не построил. Ёлки-палки. Можно было Оракула уже сто лет назад построить. Я бы всех великих людей больше бы получал. Почему... Почему Оракула никто не строит? Я вот тут реально не раз замечал, что Оракул... Ну, как. Его строят, но... Очень не спеша. Давайте мы строителей здесь первым делом организуем, наверное, в этом городе. Тут у нас оборона какая-никакая есть. И в очередь закинем после строителей водяную мельницу, наверное, и амбар. А потом стены. Пусть потихонечку все это дело строится. Потому что тут надолго все. И строитель нам бы здесь, конечно, не помешал фермы поставить. Чтобы развитие города шло быстрее. Так-то... Да. И этот строитель у нас того. За золото мы строителя не купим. За веру не купим. За веру я, кстати, и не могу покупать. Так что... В любом случае. Ну, ладно. Все. Заканчиваем ход. У нас здесь скоро амбар достроится. Получим жилье. И сможем чего-нибудь, может быть, более полезного еще сделать. Ух, тут плещется водица. Плещется. Но, блин, строитель... А, ремонтирует строитель, не тратя заряды, по-моему, да? Вот, кстати, про этого лучника я и забыл, если честно. Через холм стрельнуть лучник не сможет. И через лес. Пока, разведчик. А там воин еще. Вот это... Вот это засада там жесткая такая. Так. Эти... Блин, я даже не знаю. Эти, по идее, стрельнуть смогут. Черт. Не хочется лучника сейчас потерять. Что-то я вышел так... Он, точнее, вышел героически один. Тут вообще движуха такая серьезная. Да, потеряли мы разведом. И лучника потеряем, может быть, сейчас. Если этот еще стрельнет. А, этот не стрельнул. Ладно. Этот не стрельнул. Мы тогда уходим за реку и отступаем. Тут, как бы, да. Делать просто нечего сейчас. Этот лучник пока постреливает. Повышение доступно. Хорошо. Так, 10 ходов на строителя. Что у нас через 2 хода можно поменять будет социально этот институт. Институт. Это с бонусом на строителей, да? Да. 12 ходов на лучника. Елки-палки. 23 на поселение. Ладно. Давайте строителя. Отремонтируем фермы. И здесь можно будет построить пастбище и дальше пойти. Здесь, кстати, тоже что-то можно будет полезное построить. А если мы... А. В этом городе и так на производство. Или нет. Упор. Что-то ничего не меняется. Как будто бы... Ну, видимо, не меняется, да? Потому что тут и так клеток мало. Ладно. Лучники отходят. Так, мои лучники тоже отходят в город. Лесами. Лесами. Пожалуй. Тебе... Ты можешь сделать ход и повысить... Ага. Хорошо. Хорошо. Что там у нас? Кто-то кому-то войну объявил. Городу-государство какому-то. Религия пришла. Ислам к нам идет. Люди в нем актеры. Так. Ну, давайте глянем, что у нас сможет быть поменять. Тут ничего я менять не хочу. И... Я бы, наверное, все-таки сделал бы еще парочку поселенцев. Парочку. И потом можно будет эту карточку заменить и уже упираться в боевых юнитов поплотнее. Двигаем. Ага. Не двигаем мы тут никуда. Давайте воина выведем, может быть, вперед. Лучника сюда. И... Блин. Тут вопрос. Если бы я стрельнул в этого, да? У нас... С ним бы я выиграл. В дуэли. Но если подойдет еще один лучник, то будет беда. Будет беда. По-моему, я могу... Да, вот так вот сделать. Вот такую рокировочку пока что. Хорошо. Пусть подходят к нам. Мы пока их подождем. В следующем ходу можно будет здесь заниматься уже строительством, наверное, поселенцев, как я и говорил. Парочку. Хорошо. Воин танчит. Отлично. Меня это устраивает. Единственное, что тебе надо, конечно же, в режим указать. Укрепление зайти. Ну и дальше... Мы постреливаем потихоньку. Дальше постреливаем. Так. Сюда. Сюда. Посиди, может быть, один ход. Подумая о жизни. Блин. Строители за три хода всего лишь. Ладно. Мы пока поселенцев. Надо пару поселенцев создать хотя бы еще. Мне кажется, мы успеем. Мы должны успеть. До того, как нам войну объявят. Потом начнем уже после этих двух поселенцев заниматься боевыми юнитами. Ааа. Живи. Он выжил. Он выжил. Отлично. Он выжил. Мы, значит, может быть, и не добьем вот этого, конечно, лучника. Но все равно. Так. Ты отступаешь подальше. А ты... Ну, мы, наверное, все-таки добиваем этого. В первую очередь. Потому что он там хоть и один, хоть и там у него как бы урон будет меньше, но все равно урон. Так. Хорошо. А, нам бы еще разведчиков точно не помешало бы парочку. Теперь у нас железо хотят купить. О, кстати, влияние нам предлагает. И да, я, наверное, соглашусь. Я соглашусь. Железо мы производим. Это меня устраивает. Еще одно... Еще железо. Хочу ли я ему отдать железо? Ему я не хочу железо отдать. Потому что это потенциальный мой соперник. На ближайшее время. Так что... Ему мы пока не будем спешить давать наши ресурсы. Хорошо. Добили лучника. Наши все лучники выжили. Ты давай немножко вперед и лечись. Ты лечись. Все лечатся. Так. Окей. Что там у нас? Где-то что-то было рядом нехорошее, по-моему. Сулейману, в принципе, я думаю, можно. Заберем у него 10 очков влияния. Я не против. Что у нас? Мали. Через 7 ходов у нас закончится эпоха. Давай-ка ты укрепляйся. Мне надо, чтобы ты вылечился. И нужно будет пойти зачистить этот... Лагерь. Хотя там мечников уже могут, мне кажется, наштамповать. Так, хорошо. Мы тогда остальными подождем нашими юнитами. Этот лучник у нас здесь на обороне сидит. Пока не будем его никуда отправлять. Хотя бы одного лучника там на обороне оставим. У нас, по-моему... Ммм. Стоп. Кстати. Стены. Стены. После исследования охраны природы. Я понял. Туризм будут стены давать. Хорошо. Так. Окей. Тут все у нас вылечились. Можем потихонечку выдвигаться. Но этот еще пока ждет. Претензии. Малийская империя объявила войну городу-государству. Вашему другу или союзнику Вильнюсу количество ваших претензий к агрессору увеличилось на 50. Вильнюсу? Моему другу. Союзнику Вильнюсу. У меня с Вильнюсом вроде никаких особых дел нет. У меня там один посол. И типа дали мне за это... Не, ну я не против на самом деле. Вот сюда. Блин, сюда надо посла отправить. Когда там у нас будет? Еще не скоро. Вот сюда бы посла. Было бы хорошо. Было бы очень хорошо. Вильнюса скоро не станет. Но, кстати, не станет Вильнюса. Да. Мали пойдет дальше. По остальным вот этим уже моим союзникам. Вот это, кстати, у меня самый классный друг-товарищ. Окей. Античность закончится в Средневековье. Ученые спорят, когда началась эта эпоха. Но вы точно знаете, что основу заложили Канада и открытие ученичества. О как! Ученика воспитать нелегко. Мы заложили основу Средневековья. Это говорит о чем-то нам, или... Не, ну, кстати, мы по науке продвигаемся. Все лучше и лучше. Правда, по всем остальным параметрам ушли мы далеко, конечно. Ладно. Двигаем потихонечку к лагерю варваров. Не спеша себе так. И... Через два хода... Наверное, я сюда поселение... Закину. Мне кажется. Сюда, а потом уже в следующей серии пойдем в эту сторону колонизировать территорию. Так, что дальше мы строим? Мы построили строителя. Прям хорошо построили строителя. Десять ходов лучник. Здесь не хватает довольства. И с жильем тоже начинаются потихонечку проблемы. Может быть, кстати, если я ферму починю, то жилья станет больше или нет? Двадцать ходов на поселенца. Тяжело. Тяжело. Ничего из этого довольства не дает. Я, кстати, еще и не изучил эту, да? Да. Разрекательную площадь. Ладно, ты без довольства пока поживешь, я думаю. Давай лучше-ка... Ну, воинов точно смысла строить нет. Копейщика. Или колесницу. Таран выглядит не очень. Колесницу, чтобы, если что, против лучников у нас что-то вражеских было. Правильно. Или против другой какой-то пехоты. Не копейщиков. Так. Наши строители идут ремонтировать. Правильно? За ремонт заряда не тратится. Да. И это хорошо. Довольство. Как мы можем поднять? Довольство каким-нибудь ресурсом, наверное, да? Да. Делегацию он не хочет. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что у него. Может быть, табак или слонов каких-то купить. Правильно? Мы за редкие ресурсы получаем довольство. Ага. А рожа не треснет. Коне ему не надо. Железо я ему не дам. Потому что он уже... Вот этот всех знает. Так. Цитрусик может. Что там? Неприемлемое. Ага. Просто неприемлемое. Кофе. У этого цены пониже. Я ему могу... Нет, что-то мне твои расценки не очень нравятся. А у этого нет ничего. Кроме миллиона городов. Ладно. Ну, пока будем без довольства жить. Хотя... А, кстати. Довольство понижает поломанная ферма. Может быть, мы ее сейчас отремонтируем. И довольство повысится. Или нет? Нет. Не повысится довольство. Ну, ладно. Мы в любом случае строим... Ну... Да. Определенно. У нас есть свои... Свой хлопок. Свои пряности. Которые мы не обрабатываем. И если мы их не обрабатываем, значит, мы не получаем от них бонусы. Правильно? Если, точнее, там не стоит улучшения здания никакое. Ферма. Ферма, что там? Плантация какая-нибудь. Правильно? То мы ничего не получаем. Так. Двигаем сюда. Воин здесь останется на всякий случай пока что. Куда-нибудь, может, сюда его переведем. Так. Лесами пойдем. Наверное, да. Сейчас, может быть, сюда копейщик выйдет. Или, может быть, мечник уже выйдет. Что тоже весьма вероятно. Блин. 17 ходов до оракула. И хочется и колиться. Надо строителя. Срочно надо одного строителя еще хотя бы здесь. Потому что у нас куча ресурсов, которые мы не обрабатываем. О, здрасте. Ух ты, елки-палки. Вон его столица. Как у нас карта сразу преобразилась. Хорошо. Античность закончится. На 12 очков мы полетели. На 12 очков. Так. Давай ты сюда. Через лес ты стрелять интересно будешь. Ну, кстати, там нормально. В целом. Давай в боевой готовности. Постой пока. Первым делом я все-таки пастбище построю. И дальше пойдем по плантациям уже. Как у нас там, кстати, к следующим великим людям дела обстоят. Пять. У этого четыре. Мы, в принципе, следуем. Юнитов в пределах одной клетки. Одно озарение для средневековья возрождения. Поврежденные наземные юниты восстанавливают каждый ход. Типа все время. Постоянное лечение. Или как это работает, мне интересно. Хм. Или это, типа, один раз они там как-то восстанавливают и все. Ну, каждый ход. Типа все время, правильно? Ну, вот, не совсем понятно, как это будет работать. И, не знаю, одно озарение маловато. Ну, ладно. Пока очков у нас все равно на него нет. Заканчиваем ход здесь. Так, разведчик ворвался. Начинается новая эпоха. Средневековье. Давайте... А, мы не достреливаем, да? Леса нам маловато. И целого леса мало. Ладно, бьем копейщика в любом случае. А, этот бьет, наверное. Да. По идее, копейщики не должны никак добить. О! Хорошо. И у нас теперь копейщики есть. Прогресс. Давайте посмотрим, что у нас теперь. Золотой век. У меня, по-моему, ни разу еще золотого века не было. Я выходил в героический век. Это наиболее интересный, конечно же, вариант. Но золотой век тоже очень хорошо. И больше мы лояльности производим. На другие города в пределах девяти клеток с понижением эффективности на 10% вы можете выбрать устремление. И мы можем выбрать одно устремление. Блин, в героическом веке мы можем выбрать три устремления. Озарения дают дополнительно 10% стоимости технологии. Бонус за соседство центра коммерции и гавани дает не только золото, но и науку. Каждый город получает плюс один культуру за каждый специализированный район. Строители получают два очка передвижения. Можно покупать гражданские юниты за очки веры. Что там у нас 70 веры? Много мы не накупим. На 30% дешевле при покупке за веру или золото. Ни веры, ни золота у нас особо нет. Ну и тут миссионеры нам не особо интересны. Я бы взял бы культуру, может быть, дополнительно. У меня один всего лишь специализированный район пока что, конечно. Но, например, того же центра коммерции и гавани у меня пока еще нет. Тоже, поэтому, да. Хотя бы хоть что-то мы будем получать уже. Правильно. По идее мы на одну культуру теперь получаем больше. А тут мы не можем посмотреть. А можем. От дворца, от монумента, от наличия одного района. Да. Окей. Плюс, может быть, где-то еще район построим. И тогда дело пойдет. Так. Что мы в Сент-Джоне строим? Строитель подойдет скоро. Обещал, что будет где-то рядом. Давайте, наверное, по обычным этим пойдем. Давайте в очередь мы добавим водяную мельницу, амбар. Или, наоборот, амбар и водяную мельницу. 19 ходов. Наверное, да. Амбар, водяную мельницу. Там и монумент, и стены поставим. Все здесь пусть будет. Строители отсюда подойдут. Нам бы сюда бы еще строителей уже. Ну ладно. Нет. Что тут у нас? Всемирный конгресс скоро соберется. Внеочередная сессия Всемирного конгресса. Первый конгресс у нас. Давайте посмотрим. Собрался на внеочередную сессию для обсуждения некоторых вопросов. После голосования вопросы, набравшие наибольшее число голосов, будут утверждены. Что даст начало соответствующим кризисам. Все предложения поданы. Я предложений никаких не подавал. Так, ладно. Военный кризис не принят. Все голосуют против. Если мы не объединимся, то в итоге всех нас постигнет судьба этого города. Неизвестный игрок это цель данного соревнования. Ну, никто не хочет объединяться, походу. У меня, кстати, больше всех пока что влияния. Ну, из тех, кого мы знаем. Больше мы ничего не можем сделать. Да, мы тут... Ага, можем подробно посмотреть. Вы не можете проголосовать. Вы не участвуете в критической ситуации. Наверное, я просто не знаю, да, о ком идет речь, поэтому и не участвую в этой критической ситуации. Ладно. Все без меня прошло как-то. Весь совет. Может быть, мы вот этому товарищу делегацию отправим. Национальные парки. Вот с этим мы можем подружиться даже. Давайте посмотрим, как он по силам. Ничего такое по военной победе, товарищ. Хуже по технологиям. Ну, и во всем остальном, понятное дело, что он получше, чем мы. Так, вот теперь давайте посмотрим на ресурсы, которые мы можем здесь добывать. Здесь, во-первых, у нас идет уже добыча ресурсов, поэтому мы двигаемся вот сюда. Да, будем здесь шоколад и чай собирать. Так. Добиваем этого несчастного копейщика, который, слава богу, мечником еще не стал. Ну, и забираем его этот сразу. Так. Двигаем сюда. Эти две клетки потенциально могут быть затоплены, и соль мы можем потерять со временем. Постараемся не допустить этого. Что по пище? По пище у нас хватает с головой, поэтому, может быть, имеет смысл уже задуматься над... Было бы тут о чем думать, конечно. Если бы вот это все не было затопляемой территорией, можно было бы тогда подумать о чем-то. А так пока... Пока да. Правительственную площадь я пока, наверное, не буду строить. Но, в принципе, здесь относительно неплохое место для правительственной площади. Здесь можно было бы разместить еще сколько-то районов в округе, да. Здесь кампус можно поставить от этого города. Здесь кампус можно поставить от этого города будет, да. Он тоже будет бонус небольшой получать. Но, может быть, для кампуса тут вот это место было бы более удачное. Ну, в любом случае, тут еще один район, и кампусы будут тоже бонусы получать. Вот тут место хорошее. Если бы не этот хлопок, ну, хлопок, мы сможем от него избавиться, я думаю, потом. И в итоге мы получим кучу районов здесь. Но территория затапливаемая, и нам нужно построить, наверное, дамбу будет. Где-нибудь, в каком-то из городов. Может быть, даже в столице построить дамбу. Но это потом будет. Пока что давайте мы подумаем над Оракулом, может быть, подумаем. Ага. Или над поселенцами мы еще думаем. Вот в чем вопрос. Вопрос хороший. Давайте всадника сделаем. Одного хотя бы всадника. И потом поселенца. И хочется как бы побыстрее пойти строить новые города, чтобы территорию занимать, чтобы города быстрее развивались. Но без военных юнитов мы не сможем развиваться никак. И я думаю, что добро пожаловать на Всемирный Конгресс. Заседание начинает. Вот это заседание уже плановое. То было внеплановое. И теперь давайте посмотрим, вступят в силу до следующей сессии. Ага. Вот. Вот это уже заседание, которое будет происходить с моим участием. Вам предстоит решить, как извлечь максимум пользы из-за возможностей, предоставляемых Всемирным Конгрессом. Используйте накопленное мировое влияние, чтобы проголосовать за важные для вас и вашего народа предложения. Так. Военных юнитов за валюту выбранного типа до следующего Всемирного Конгресса снижено... О-о-о. Наемные войска. Не начисляются очки великих людей этого... Не, вообще не начисляются. Ух ты. Интересно. Удваивает очки великих людей этого класса. Я бы, конечно, взял бы вот эту резолюцию. Проголосовал бы за нее. Но... Но-но-но. Данная резолюция и желаемый эффект. И проголосуйте. Первый голос ничего не стоит. О-о-о. Я могу типа... Сам взял и сам проголосовал. За 60 очков я буду получать в два раза больше очков... Я или все будут получать больше очков великих людей? Наверное, все. Надо кампус еще один построить. Но вот это мне совсем неинтересно почему-то. У меня и золота нет, да, как бы поэтому... Но как я понимаю, да, мы принимаем только... А, может быть, мы принимаем... Нет, все правильно. Дальше там больше ничего нет. Одну лишь резолюцию... А тут увеличено даже. Вот так вот. И принимаем резолюцию, набравшую большее количество голосов. Правильно? Потратим 60 влияния. Ну, давайте посмотрим. Поиграемся. А, стоп, подожди. Нужно проголосовать по всем... Представленным предложениям. Я не могу отказаться. Хотя, подождите. Если они выбирают... За производство, да, вот так вот. То есть, в принципе, у меня будет тоже довольно неплохой бонус. То есть, на 50% снижена стоимость производства будет. Мы... Не, мы, походу, две резолюции принимаем. Правильно? И мне нужно выбрать одно из этих. А тут тогда нам 4 голоса не надо. Нам хватит двух, чтобы эта резолюция была принята. Правильно? Я не знаю пока. Ещё давайте мы посмотрим. Вы хотите подать эти предложения? Б1 и А2. Это бесплатно. Это, да, удваивает очки великих учёных. И стоимость производства военных юнитов за валюту. Но, с другой стороны, это на всех. И... Но эта резолюция в любом случае будет принята. Поэтому мне-то что? Я хотя бы выберу, что производство, там все дела. Ну, ладно. Ждём других игроков. Всемирный конгресс соберётся вновь. Принято обе. Отлично. Всё, значит, правильно. Да, как я и говорил. 10 голосов. Стоп. Не начисляются. Принятый результат. Производство военных юнитов за валюту увеличено на 100%. Принятый результат. Ох, какие они коварные. Принятая цель великий писатель. 21 голос отдали за вариант B. 21. Я понял. То есть мы видим только часть проголосовавших, видимо. А остальные голосуют после меня уже. И я не вижу этих голосов сразу. И... Оооо... Это, конечно, тяжело будет. Тяжело. Но кто-то лишился всех своих... А, я не потерял. Правильно. Я не потерял влияние. Влияние за этот голос, похоже, у меня как было. 110 вроде так и осталось. То есть я десятку вкладывал. Давайте посмотрим. Вот этот товарищ 5 очков вложил сюда. 5 очков. И всё своё влияние потратил. Окей. Интересно. Интересно. Когда у нас следующее собрание... Бонусы от соседства... От соседства с горами. Работает? Нет? Ну, кстати, Великая Библиотека тоже весьма хороший вариант. На ровном участке рядом с кампусом, где есть библиотека. Ячейки для литературных шедевров. Тоже хорошая тема. Давайте я сейчас строителей заменю на... Для кампуса бонусы. По идее, у меня должно увеличиться производство науки будет. Да, на 4. На 4 науки мы подняли за счёт вот этих 3 гор. 8 науки. Окей. Это неплохо. Если я здесь построю какой-то район, то ещё будет бонус дополнительный. Правильно? Бонус от соседства районы получают. Очень неплохой кампус у нас здесь получился. Давайте мы посмотрим по рейтингу. Но всё равно с 30-кой даже мы уже отстаём. Все начали просто строить в своих десятках городов кампусы. Поэтому, да. Мы отстаём, конечно же. Ладно. Двигаемся дальше. И здесь довольство уже вернулось в нормальную норму. А мы тем временем тебя, наверное, поставим на ремонт. А тебя 30 золотишка заберём тобой. Оп, я пропустил, где у меня не хватает. Везде вроде хватает. Окей. Так. Нам, да, в любом случае надо... Игры и развлечения. Развлекательный комплекс построить было бы полезно. И давайте мы подумаем насчёт, во-первых, Магнуса. Можно улучшить посланник. Можно ещё на 15% увеличить производство культуры и науки? Хммм. Я, наверное, возьму вот этого товарища. В столицу его поставлю. За каждого жителя... За каждого жителя нау... О-о-о-о. Берём. В Атаву пошли. Ты у нас будешь неплохие бонусы давать. По идее. Так, хорошо. Я думаю, что на этом нам пора серию уже заканчивать. И в следующей серии мы обязательно продолжим. А пока что всем спасибо за просмотр. И пока не забывайте оценивать видео. Подписываться на канал, если вы вдруг ещё не подписаны. И увидимся в следующей серии.